Мы решили такой вот немножко, ну, не то чтобы совсем открытый и совсем свободный микрофон, но немножко так, может быть, дать возможность рассказать о том опыте, о тех проектах, о тех достижениях, которые не являются, ну, может быть, прорывом и стоят там, по мнению критичных себе авторов доклада, но, тем не менее, они интересны сообществу, они являются таким полезным опытом. Георгий. Да, конечно. Теперь пара слов по поводу того, о чем будем говорить. То есть мы будем говорить об опыте использования СПО, в СПО, которое среднее профессиональное образование, ну, и в высшей школе, да. Я попросила коллег рассказать о положительном опыте, потому что если мы будем говорить о проблемах, то, значит, мы долго будем друг у друга на груди рыдать, помним, что мы не на стене в Путивле, да, и плачь и расслабный там будет звучать, мы в гостеприимном Переславле и будем говорить более так, конструктивно. Это первое. Второе. Мы сейчас такой план рассказа выведем на экран, вы можете там подглядывать. Рассказывайте, пожалуйста, о том, что получалось у вас, что умеете, что знаете и так далее, да. Потом останется время на вопросы, ну, я думаю, что мы там какую-нибудь дискуссию интересную организуем. Тогда давайте я начну, чтобы время зрения не терять. Значит, Климов Дмитрий, Пермский политех, я начальник отдела технической поддержки политеха. В силу занимаемой должности приходится общаться практически со всеми подразделениями политеха, хотя университет это достаточно большая организация с многими подразделениями. Некоторые из них являются обособленными и живут в собственном, в таком некой системе, да, и имеют свои какие-то инструментарии, о которых другие подразделения могут не знать. Это я так в целом описал ситуацию, какая она у нас есть. Теперь давайте, собственно, к СПО, да. Значит, положительный опыт. Мы пару лет назад делали доклад с коллегой тоже о том, что у нас происходит, и какое СПО мы используем, в частности, для работы с инфраструктурой политеха. Я быстро напомню из того, что у нас есть. Это было ГЛТИ, которое позволяло ввести инструментарий и осуществлять мониторинг инфраструктуры и устанавливать, и, как сказать, инвентаризацию проводить, оборудование. Данный инструментарий, он опять-таки до сих пор свободный, слава богу, обновляется. Есть куча плагинов, поэтому если кто-то захочет нечто подобное использовать, то, пожалуйста, можем поделиться опытом. Далее, достаточно удачно перед самой пандемией, дистантом, который рухнул, да, в 20-м году, у нас удачно подключилось к существующей платформе дистанционного обучения на базе Moodle. Был подключен BigBlueButton. Мы попробовали, кстати, и другие системы, то есть жидцы цепляли, другие какие-то решения проверяли. Ну, остановились, в общем-то, на BBB, сокращенно, да, я так буду говорить. И он себя достаточно удачно показал. Показал, в каком плане, благо, у нашего университета достаточно сильная база в плане серверов собственного дата-центра. Поэтому мы сумели, ну, для покрытия всех своих хотелок и нормального проведения дистанта, у нас, в общем, сейчас работает кластер из семи серверов BigBlueButton, которых, в общем-то, хватало для закрытия всех лекционных в моменте. То есть у нас разово, там, достаточно большое количество пользователей возникало. Ну, мы не очень большой вуз, поэтому там именно на ВКСах одновременно болталось порядка, там, тысячи, чуть-чуть человек. Ну, как бы это не очень много на самом деле. То есть есть вузы, которые побольше. Вот, ну, вот, хватало кластера. Значит, ну, естественно, если какая-то большая конференция, например, где количество участников зашкаливало там за несколько сотен, у нас такой опыт тоже есть, мы просто выделенный сервер под этого дела запускали, и комната запускалась там, решали проблему вычислительных. Ну, кроме того, что еще у нас из открытых каких-то вещей есть? Понятно, что… Что-то я так даже немножко потерялся. Да, конечно же, ну, языки программирования там то, что есть. Естественно же, опять-таки, надо не забыть сказать про операционные системы. Естественно, AltOS у нас есть соглашение с базальтом, в рамках которого мы можем устанавливать на учебные классы лицензии нам определенное количество штук, чем мы, в общем-то, и воспользовались, и ряд классов у нас покрыт именно AltOS. Для рабочих мест тоже сейчас мы рассматриваем и для серверного импортозамещения. Опять-таки, тоже мы больше смотрим в сторону AltOS, но мы и пилотим сейчас и Astro, и другие системы тоже посмотреть, как это будет лучше. Ну, боевая задача сейчас, конечно, бывший домен на Microsoft, смигрировать куда-то на другую систему. Ну, наверное, картинечка. Вот какие-то вопросы я передам. Спасибо. Давайте мы договоримся, дадим спикерам время, а потом вопросы, если будут целенаправленные, то будем задавать, если общие, то тоже. Алексей, давайте. Гошу надо, согласно его методике, пересадить из центра, как самого активного. Да-да-да, я знаю. Алексей, пожалуйста. Смотрите, можете рассказать как раз про преподавателей, как ваш путь в профессию. Вот, если, наверное, это нам как раз интересно, потому что, согласитесь, ну, вот молодых педагогов, которые, да, работают со свободным ПО, ну, вот, к сожалению, наверное, не так часто мы встречаем. Пожалуйста, представьтесь просто еще разик, да, и мы вас слушаем. Добрый день еще раз. Меня зовут Еркальев Алексей Владимирович, колледж РГСУ, структурное подразделение Российского государства социального университета. С 2019 года преподаю в колледже. В частности, до этого также учился в самом РГСУ. С 2015 года на специальности, на направление информатика и вычислительная техника, в частности. Уже начиная с 2016 года работал на кафедре, рекомендовал как бы по своим знаниям другим, скажем так, преподавателям, как что можно ввести дополнительно используя современные технологии. Потому что на то время, скажем так, в 2016 год, на том факультете, в котором я учился, это факультет информационной технологии, ну, скажем так, не совсем к тенденциям привыкали. То есть, если, допустим, все, допустим, уже школы переходили на питон другие вузы, там использовали более, ну, скажем так, популярные языки, то в частности, в то время факультет довольствовался с тем, что есть. А язык C, C++, ну, и, следовательно, даже бывали случаи, что могли даже вспомнить, ну, скажем так, и прочие другие языки, которые использовали в школах. Ну, следовательно, начиная с 2016 года, пришлось работать, скажем так, на кафедре. Ну, и данная позиция, то есть, как, скажем так, ну, как передаешь комментарии, и параллельно учишься. Ну, а следовательно, что в 2019 году, уже окончив бакалавриат, написав уже самого ВКР, и уже поступив на Макс Туру, пошел работать в колледж. Точнее, посоветовали туда сходить, поработать по знаниям. Ну, и, следовательно, все закрутилось, взлетелось, что там и остался. Хотя уже предложили и прочее, не только как преподаватель просто колледжа, но и руководитель АПОП, то есть основной и основной программы образования. Это инфрационная система и программирование 0902-07. То есть, разработать ее, согласно ВГОСу, который уже сейчас поменялся, ВГОС-4 из топ-50. Ну, и, следовательно, это такая вот маленькая история о том, как все-таки можно пойти в образование, тем более в такое молодое время. Теперь касаемо по данным пунктам. Ну, понимаем то, что в колледже имеются уже две специальности. Мы знаем то, что раньше были информационные системы по отраслям. ВГОС поменялся, точнее, решили отказаться от данной. От специальности переходим уже на информационную систему программирования. Хотя, по сути, мало что поменялось, только добавились определенные часы. Там лекционки, практических, ну и поменялись названия дисциплин. Что, по сути, ничего такого страшного. Ну, касаемо вот нашего доклада, который у нас был сегодня утром, задано такое тема, что когда мы обучаем, допустим, не просто вы на вышке, именно в колледже, мы должны давать знания, которые актуальны на текущий момент времени. Например, актуальны для обладателей. То есть не просто вы там сидите, рассказываете о том, как это устроен язык. Ну, допустим, язык C++++-Sharp, про его там виртуальные машины, прочая-прочая интересность. Но должны сказать о том, как же они эти знания могут использовать. Как раз отсюда, где все-таки студенты могут подтверждать те или иные знания, которые мы даем. Ну, мы знаем то, что до, скажем так, августа 2022 года у нас был WorldSkills в России. В частности, Россия входила в данный союз. И студенты показывали свои знания по данным компетенциям. Например, у меня была компетенция интернет-вещи, также помогал компетенция веб-разработка, ну и также разработка программных решений для 1С, точнее на 1С, предприятия. Соответственно, показывали те или иные знания. В частности, да, конечно, колледж, пока это пришло, а будьте студенты, не могли пока получать хорошие, скажем так, места, либо объединенные награды. Ну, как бы, была площадка, где можно те или иные знания показывать, ну и их подтверждать. Сейчас, после того, что Россия, точнее, вышла из данного союза, появляется уже новая, скажем так, а-ля аналог продолжения WorldSkills в России. Это профессионалитет. В частности, Министерство посвящения, Министерство науки высшего образования в скеперации придумали уже, точнее, сделали документацию о том, как все-таки это будет выглядеть. Ну и, естественно, обречают, что до 1 мая должны уже пройти внутренние этапы, точнее, в тревоге. Так там свободная программа представленная? В частности, касаемо свободного программного отвечения. В частности, когда мы обучаем студентов, точнее, в рамках моих пар и прочих других правилателей, мы сначала используем, например, для разработки основных приложений это QT. Ну, в частности, известный фреймворк языка C++, является свободным, хотя по текущей лекции скорее всего ограничение в загрузке самого этого пакета, то, что разработчики ограничивают в загрузку в России, ну и так далее. Далее. Касаемо операционных. Как мы все-таки используем операционные? Мы знаем, что все, Windows использовать, в частности, закупать, как бы нельзя, все. ВУЗ, скажем так, мы подчиняемся и решим, что мы ставим как раз Astralinux. Да, конечно, уже прочие, другие люди говорили о том, что докладчики предыдущие, то, что Astralinux имеет некоторые элементы вводного ПО, в частности, руководство тоже имеет возможность использовать все-таки другие дистрибутивы. Например, что вам было сказано вообще руководство, то, что берите, что хотите. В частности, мы используем именно, ну, пока сейчас используем именно Ubuntu, а в частности, плодимый переход именно уже на альт-образование из-за большого количества пакетов, которые там уже есть. Это касаемо операционных систем. Ну, если это на дисциплинах операционной системы, они изучают устройства. самого Linux и дистрибутивы, какие существуют, ну, и так далее. Ну, и касаемо программирования. Про язык, все сказали, про дополнительное ПО, ну, в качестве веб-разработки. Имеется курс, как уже говорил ранее, то, что за полгода обучить семестр людей в веб-разработке довольно-таки трудновато. Какой был вариант идеи? Разделить на две дисциплины. То есть, на одну дисциплину изучаем веб-разработку как полноценную, а вторую, используя модуль Flask в Python. Вы знаете, что это является микрофреймворк для создания гибких веб-положений, скажем так, и для работы, то есть, создания своих определенных веб-положений. Впоследствии там уже IPV-еки разрабатывает, тоже используя свободные компании, свободные модули и прочее. Мы также касаем третий пункт. Кто все-таки все это устанавливает, а не второй пункт, все устанавливает и ставит. Ну, во-первых, то, что это должны вы наставить администраторы, IT-администраторы. В частности, мы сделали такой подход. Если препарателю нужен тот или иной свободный компонент, который будет использован на парах, мы уже сами его ставим. У нас есть необходимые пароли администраторов для установки на ту или иную машину. Да, конечно, скажут, что это первая проблема в нашей безопасности. Вдруг препарателю что-либо такое не то сделает и не то установит. Ну, в частности, мы доверяем, скажем так, своим препарателям, которые все это ставят в ту или иную ПО. Поэтому, в частности, сами решают ту или иную идею, что ставить. Алексей, ну, у администраторов есть как раз опыт работы с СПО? В частности, касаемо, у РГСО, касаемо, ну, в частности, из ВУЗа, работы с СПО и начально мало была такая проблема. Была бы наша проблема в том, что начально они использовали, ну, начиная со системы инвестиционного обучения, это S2, основан на гиперметод 3G, который является полностью пропоретарным. Ну, и, естественно, все сные компоненты в этом процессе они соединяли именно с данной системой. И сервак, на котором все это крутилось, был сделан не на Linux, а на Windows. Сервер, в частности. Поэтому изначально, как мы с вами уже говорим, ВУЗ как бы сначала использует данные. Тогда пропускаем. Сейчас переход на Linux, потому что меняется уже система на 5G и работа уже на Linux в среде. Но какая там будет операционка используется, какой дистрибутив, тут тоже никто не рассказывает. Мы, по крайней мере, за какую-то проблему. Коллеги, если вы не против, я, может быть, Антона попрошу подхватить, да, как бы, потому что как раз про WorldSkills, да, и что осталось, что было, как бы, карты в руке. Спасибо большое. Да, коллеги, еще раз добрый день, добрый вечер. Здесь хочу две мысли донести про ту часть, которая осталась, профессионалитеты, за которую отвечает сейчас, как бы, ИРПО. Коллега уже рассказал. Но осталась еще вторая часть, это та часть, за которую отвечают, ну, я это называю, госкорпорации, это хай-тек, в частности. Вот в рамках хай-тека, как правило, проходят большие соревнования между всеми госкорпорациями и бизнесовыми различными компаниями. Ну, в частности, мы реализовывали компетенцию, которая называлась информационная безопасность. В рамках информационной безопасности понятно, что нам нужно системное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение. Это все просто инструменты. В качестве системного программного обеспечения один из модулей поддержала Астролинукс. Соответственно, ну, выбор был не сильно наш, потому что это ведущий вендор «Росатома». Виртуализация и часть прикладного ПО — это, понятно, свободное программное обеспечение. При этом очень важно понимать, что выбор, какой конкретный инструмент для решения задачи ложится на плечи конечного участника, то есть он сам себе подразумевает, вот этот вот швейцарский нож, он сам себе выбирает. Проприетарного программного обеспечения там практически нету, потому что, в частности, наши безопасники, с которыми мы взаимодействуем, они очень любят, чтобы это все было свободно, бесплатно и поддерживалось сообщество. Это вот первая часть мысли. Вторая часть мысли — это то, что в прошлом году мне довелось помогать готовить учебные блоки по двум компетенциям. Это сетевое системное администрирование и компетенция, опять-таки, кибербезопасность для преподавателей IT-кубов и кванториумов. Может быть, кто-то эти маленькие видосики видел. Мы разделили весь подход на две части. Первая часть мы ее обозвали «hard skills», то есть те скиллы, которые надо дать. Ну вот, мы решаем такую-то задачу, потому что, соответственно, инструменты там свободные, проприетарные и те, и те. Ну, я бы сказал, соотношение свободных процентов 80, проприетарных процентов 20, потому что они являются в отрасли стандартом де-факто и от них не уйдешь. Но часть этого подготовленного курса мы, соответственно, сориентировали, я это назвал «soft skill», хотя это, ну, одна из задач нас с вами как преподавателей, это вот за два дня многократно звучало, это приготовить в первую очередь свое рабочее место. И мы выяснили, что очень ограниченное количество преподавателей подразумевает, что можно удобно себе настроить рабочее место на Linux. Очень много людей, которые вот, ладно, про винду я могу порассказывать, что на винде им дают много что из коробки. Вот, соответственно, снять скриншоты, записать видосик, подредактировать документик с правильными тегами и так далее. Вот мы это назвали «soft skill» и оказалось, что это тоже востребовано. В чем проблему мы увидели? Когда мы аналогичную программу предложили у себя в ВУЗе, руководство сказало «а зачем?» Ну, то есть мы же не собираемся никуда переходить. И тем более, если мы сейчас проведем эту программу, что потом рабочие места преподавателям должны будем организовывать такие? Это, наверное, неправильно. Вот. Возник вопрос, который я уже озвучивал на докладе, что проблемы нет, технических проблем нет. Инструментов навалом, и мы готовы и сами ими пользоваться, и обучать ими пользоваться. Есть главный инструмент обмена опытом, то есть, как наша конференция. Первая идея, идеология, ну, первая здесь задача это поменять как-то идеологию, что мы используем не потому, что нас заставляют или у нас нет другого выбора, а потому, что это удобно и эффективно, это сокращает наши энергозатраты. Соответственно, исходя из вот этих двух мыслей, можно сказать, что нету задачи использовать то или иное программное изучение, свободное, несвободное. Есть задача найти тот инструмент, который более приятен. Ну, моя личная позиция, что если он свободный, мне он приятен по умолчанию. Я, по крайней мере, знаю, что под капотом. И, если что, могу, по крайней мере, понять, почему все не работает. Антон, спасибо большое. Наверное, теперь мы Алексея попросим. Опять же, мы только что, в общем-то, слышали, как раз, где студенты могут применить. Может быть, есть какой-то еще опыт трудоустройства, потому что вопрос такой. Мы научили, установили, педагоги собрались силами, нашли учебники, выпустили студента, где он там свои знания в области СПО сможет применить. Тоже важно. Если есть какие-то... Спасибо. Мы работаем со студентами, а перед этим мы сейчас с школьниками, которые становятся такими студентами, которые занимаются именно разработкой, прежде всего. То есть это такая, может быть, специфическая инженерная или айтишная сфера. Это прекрасная как раз тема для нашей. В ней, на мой взгляд, ситуация. Там есть направление, связанное с разработкой, программированием. Сейчас очень модное направление, связанное с искусственным интеллектом. В целом, если посмотреть на то, что там происходит, с ребятами, которые, правда, что-то пытаются делать, и там обычно много таких, высокий там конкурсный балл, интерес, то в целом инструментарий, который мы, в общем, привыкли видеть в свободном ПО, он является как бы нормой. На самом деле. Гитом все пользоваться умеют, докером пользоваться умеют, ты на любой катон приходишь, все умеют там разворачивать все эти библиотеки и так далее. В этом смысле кажется, что некоторый вот такой стандарт де-факто, начиная от Питона там и дальше, он в разработке как бы есть повсеместно, студенты пользуются. Другое дело, что как бы это не имеет никакого отношения к тому, что они пишут в свободном ПО, то есть они его как бы не пишут просто, но они пользуются этим инструментарием как бы как нормой. Вот. Значит, второй интересный сегмент, это сегмент инженерный, то есть это, наверное, в большей степени касается таких живых пространств типа фаблабов и молодежно-конструкторских бюро в вузах, там, где работа происходит с электроникой, с 3D-моделированием, печатью и прототипированием каким-то интересным. Ну, здесь тоже ситуация такая, что сама по себе культура и программы фаблабов, которые, в общем, прокатывались по нашим вузам, принесли с собой на хвосте довольно много свободного софта. Там понятно, что далеко не у всех привычных вузам, преподавателям вузов, в том числе инструменты моделирования, есть аналоги полнофункциональные в свободном программном обеспечении, но какие-то есть, там, кикат в электронике, там, какие-то есть в 3D-моделировании, ну, в принципе, печать вся более-менее покрыта. В этом смысле кажется, что базовые задачи все тоже решают с пониманием этого инструментария. Тоже, опять-таки, не могу назвать хорошее большое количество примеров, когда эти команды участвуют в какой-то open hardware разработке или там в contribution в такие пакеты, но небольшое количество таких команд в России есть. Ну, и в принципе, здесь я вижу как бы некоторый разрыв, я про это говорил в своем выступлении, сейчас просто акцентирую, что само по себе владение инструментами свободного ПО, оно как бы никак не гарантирует то, что человек культуры свободного ПО каким-то образом принимает. То есть это стало просто уже базовым инструментарием тех, кто занимается разработкой. Ну, наверное, надо что-то другое делать для того, чтобы эта культура формировалась. С одной стороны, это уже хорошо, но как бы да, совершенно верно, мы поняли, необходимо, но недостаточно. Спасибо. Спасибо большое. Георгий, мы вот тему про пособия и материалы не затронули, потому что, видимо, коллеги с этим меньше работали. Можно мы тогда тебя попросим, потому что тут, наверное, ты самый главный эксперт, среди нас. Ну, начинается. Терпи. Опера не закончится, пока толстая тетка не споет. Значит, да, ну, давайте, как бы я представлюсь, меня зовут Георгий Курячий, я работаю в Московском государственном университете факультет вычислительной математики и гибернетики на должности половины программиста. вот, да, а еще я по собственной инициативе из попустительства компаний, которые платят мне деньги раньше Altlinux, а теперь Bazalt Espoole, там читаю какие-то лекции и, в общем, довольно прилично имею нагрузку. Вот, да, я ничего не понимаю в пособиях, удивительно, что выбрали меня сказать про это. То есть, ничего ты студентам предложить не можешь, они должны... Я и могу студентам предложить сайт под названием unix.org Вы точно хотите, чтобы я рассказывал? Значит, история такая, где-то в конце 90-х, именно про это, ну ладно, где-то в конце 90-х, когда, сам в конце 90-х, когда меня, надо сказать, в результате каких-то дворцовых интриг внутри факультета спровоцировали начать читать лекции тогда по Unix, выяснилось, что тема тогда была очень востребованная и довольно быстро возник вопрос, не нужно ли сделать какой-то сайтик, где бы публиковались совершенно ниоткуда тяжело получаемые из окружающей, тяжело дистиллируемые из окружающей действительности материалы, вот, и какой-то из моих студентов предложил какой-то вики-движок, этот вики-движок потом сломали, потому что он на перле был написан неграмотно, потом вот, нашелся моин, вот, и я с тех пор этот моин использую просто как место, где я публикую абсолютно все, спасибо Евгению Сыромятникову, тоже моему бывшему студенту, который занимается администрируем, предоставляет где-то хостинг и это совсем не жрет никаких особых ресурсов, там несколько гигабайт общей информации, хотя надо сказать, что сайт Unix.org является самым крупным внедрением моин в мире, благодаря вот чему, когда в восьмом-девятом году у нас был пакет свободного программного обеспечения, а к этому моменту у меня уже была довольно хорошая, активная команда как раз вот на этих самых моих лекциях и занятиях, и наш у нас там клуб еще был такой с встречами, такая команда студентов, которые собирались, вот этим были заинтересованы, когда был вот этот пакет свободного программного обеспечения, обеспечение, документацию к этому всего должен был делать Томский педуниверситет, они даже написали одну методичку по OpenOffice, вот, кажется. Ничего, неплохая методичка, но это было как-то мало для операционной системы, я сказал, слушайте, давайте я лучше сам сделаю все с ребятами. И был такой проект, я его называл, так говорил, Заратустра, потому что сначала эти ребята, конечно же, сказали, что они по всем, я составил такой там штук, наверное, 50 тематических таких кусочков, вот, они сначала сказали, ребят, что они сами подберут под это дело материалы, потом стало понятно, что студенты, в общем, еще не готовы к такому большому виду, и кончилось с тем, что я прочел 80 часов каких-то лекций, они, значит, все сначала конспектировали, потом перевели на русский, потом, это у нас было 4 человека в команде, да, перевод на русский, следующий был перевод, возвращение утраченного смысла после перевода на русский, вот, и это вот на ныне к сорге, если зайти в раздел по СПО, как раз увидеть эти материалы тех лет, вот, теперь это самый большой сайт о Майн Майн в мире, ну вот, значит, но, как вы понимаете, это немножко не тот вопрос, который мне хотели задавать, да, это полностью, как это путь паука, который тянет с себя все, да, вот, возможно, мне бы было интересно, как работает путь муравья, там, путь пчелы, но нет, это путь паука, вот, значит, да, но надо сказать, что этот метод себя чертовски оправдывает, если у вас хватает рвения и времени, то в действительности не надо из-под себя генерировать какой-то горы, какой-то бумажной или текстовой информации, достаточно, чтобы тот материал, который вы публикуете на сайте поддержки, действительно был материалом поддержки, то есть, чтобы с его помощью, а также с помощью, ну не знаю, там, говорящей головы меня, можно было восстановить курс от начала до конца, да, и когда вы попадаете в эту якобы ловушку преподавателя, что на следующий год вы читаете то же самое, у вас офигительная возможность еще добавить этих материалов, еще добавить, и как эта корочка по зернышку клюет, а весь двор загадит, как известно, да, значит, вот, этот путь паука или курочки, он тоже к чему-то приводит, пафос моего утверждения вот в чем, мне кажется, что замахиваться на, я сейчас сделаю образовательный курс, полный учебно-методический комплекс, и мне поставят бронзовый бюстик на родине, это невыполнимая задача, или эта задача должна выполняться большой командой, если вы не чувствуете себя такой большой командой, делайте такие вот законченные кластеры, которые живут вместе с... то есть ты предлагаешь начинать с того, ну, с малого, с того, что можно... не с малого, малого недостаточно, я предлагаю начинать с достаточного, а не со всего... не со всего сразу, а со всего сразу, то есть не совсем путь паука, а может быть, сори... это той самой курочке, которая откладывает яйца, ну, жука-навозника, который постепенно добавляет... нет, навозник не постепенно, это путь челы тогда, навозника все-таки как бы он не накапливает эти шарики, я не люблю очень аналогии, если кто не знает, я ненавижу аналогии, они всегда уводят нас от предмета разговора, ну вот, да, правда, я не знаю другого пути, можно собраться целым министерством и сдать бессмысленный пакет, как бы, самосвал документов, да, но делайте то, что вам нужно, и это все, этого хватит, только делайте. Вот и вся философия, если вы про это хотели меня спросить. Да, спасибо, ну, и про это, например, тоже, мне кажется, что полезно, и пусть мы это еще раз все услышали. Коллеги, если есть, может быть, у кого-нибудь еще что-нибудь добавить, или можем попросить аудиторию нас что-нибудь спросить? Давайте, да, я так и не понял, о чем мы разговариваем. Да, а вдруг кто-нибудь понял? Да, да, вот, если кто-то понял, спросите нас. Есть желание пообщаться с нашими сегодняшними, вот, вновь появившимся спикерами. Где вопросик? А, да, спасибо. Пожалуйста, уточняйте, если кому-то конкретно, или там, кто хочет ответить, да, да, да. Уважаемые коллеги, так как тоже работал и в ВУЗе, и со школами работаем, и преподаю там, и так далее, я в своем докладе как раз говорил, что у нас сейчас появляются требования, например, поставляем оборудование, ноутчастик ноутбуком, которые идут в массовом количестве в школы, наличие российского ПО. В то же время наши ВУЗы, я не буду прямо конкретно говорить, скажем так, наверное, подавляющее большинство выпускают студентов, по своему опыту знаю, которые приходят на работу, они ничего не слышали про Linux вообще, очень многие, я думаю, больше 80%, даже тех, кто обучается найти специальности. и вот как вы думаете, может быть, стоит как-то инициировать, ну вот в этом вопросе, что-то по, я понимаю, что академическая свобода, что преподаватель сам решает, чем пользоваться, он решает пользоваться СПСС, но при этом я понимаю, что люди не знают, они от меня узнают, преподаватели, что есть такая система, как Оранж, например, которая делает Клюблянский университет, вот кафедра биотехнологии. Во-первых, договаривались о положительном опыте. Это положительный опыт, нет, я как раз думаю, что как эту проблему решать, вот ваше мнение, это вот первый вопрос. И второй вопрос, вот у нас поставляются роботы в школы, тут была смежная история про роботы, классные штуки, прекрасные вообще вещи, но эти роботы, так нет требования такого пока, вообще с Linux не работают ни с каким. То есть, может быть, нам как-то вообще вот в рамках этой конференции, раз мы обсуждали и проблемы, и положительные стороны, ну какие-то предложения подготовить, которые, может быть, могут быть полезны, для вот тех людей, которые вот как раз, как вот коллеги сказали, прекрасно делают большие-большие документы и так далее, но потом мы с ними работаем. Спасибо. Я прошу прощения, вы же понимаете, что вы задали вопрос, ответ на который очень простой. Да, было бы здорово, точка. Или какого вы ответа хотели услышать? Можно ли вообще говоря в образовательные программы, вот в рекомендации федеральные для вузов включить требования к использованию российского ПО или свободного ПО? Вы спрашиваете разрешение? Нет, ну а как? Мы можем вам разрешить это сделать. А почему это не делается? Коллеги, чуть-чуть, ну вот, к сожалению, не по теме, да. Мы только за, но как бы, как мы это сделаем? Давайте я так прокомментирую и попробую ответить на такой заданный вопрос. Вот мое видение, я здесь задавал одному из выступающих вопросов. Мне понравилось выступление, и я задал вопрос, где можно увидеть методические какие-то материалы, чтобы этот опыт перенести к себе. я понимаю прекрасно, что преподаватели, пока им не расскажешь о другом инструменте каком-то, они ориентируются только на то, что они знают. Все верно, они привыкли. У них есть какие-то рабочие программы, ну я про вуз говорю, да, сейчас, они сделали какие-то рабочие программы. Более того, эти рабочие программы прошли аккредитацию министерства, которые там соответствуют госам и так далее. То есть была проделана большая какая-то работа преподавателям по подготовке курса, и тут, значит, им говорят, давай ты поменяй там что-то. Значит, конечно же, по своей воле преподавателю это делать сложно. Ну, пинок нужен. Пинок вот сейчас появился, импортозамещение. Они отказываются от операционной системы. Windows, хотя указывают в своих рабочих программах, что она должна там быть, ну была, меняют. Они указывают какие-то другие пакеты, ну, например, всякие автокады у нас отпали автоматом, соответственно, они ищут себе замену. Ну, там у нас два замены. Это, ну, скажем, я не про свободное ПО, конечно, сейчас говорю. Нет, вот мы, если мы поднимем пласт импортозамещения, мы не уйдем отсюда. Если мы будем говорить про проблемы, ну, тоже не уйдем. Тут вопрос. Есть опыт, как коллег удалось направить? Да, 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 тогда здорово. Внутри у нас есть определенные, ну, тоже вики подняты какие-то, которые могут воспользоваться сотрудники университета и посмотреть материалы. Ну, там я так упомяну, один из тоже свободных инструментов в NextCloud, то есть поднято облако, в которое преподаватели, студенты могут здесь выкладывать материалы, ну, и, соответственно, образом обмениваться ими. Теперь я хочу все-таки ответить, вот, закончить мысль свою. Вот на таких мероприятиях, таких конференциях появляются как раз вот эта информация, которой хочется поделиться. Было бы неплохо по результатам этой конференции, вот, плюс к докладам, которые там выкладываются, и видео, которые мы можем посмотреть и показать своим коллегам, докладывать вот как раз эти методические материалы. Ну, и сделать, не знаю, какую-то библиотечку этих материалов. Может быть, с отсылками, соответственно, на свои проекты. Вот это будет реально какой-то вклад. Ну, мне так кажется. Вот бы у меня не будет. Спасибо, спасибо. И конструктивно, и про нас. Можно короткий еще комментарий, то есть позитивный опыт, как вы просили. Мне кажется, что эта тема, ее проще… Я видел пример, как мы это делали в Московском техническом университете через какой-то проект развития. То есть не просто поменять все программы, это долго, сложно, там нужно всех заставлять. Например, когда мы вводили проектную деятельность студентов с первого курса повсеместного как отдельный модуль, то мы туда прошивали специальное, ну, новое содержание, по сути. Вот вы там должны какие-то инженерные изделия создавать, и инструментарий, который мы там даем, он вообще, ну, совершенно новый. То есть мне кажется, что вот если вуз имеет в себе энергию руководства, прежде всего, как правило, именно руководства, которое открыто к такого рода инновации, ввести новый тип, например, модульного предмета, там, проектной деятельности или свободную ПО назвать, сейчас это неважно, как это назвать, тогда это вполне делается, нормативка это позволяет, ресурсы это наверняка позволяет, этот вопрос просто как политической воли, ничего больше. Можно я тоже поставлю? Вам будет казаться, что это негативное, но на самом деле это позитивное, потерпите немножко. Значит, на мой взгляд, как человека, который наблюдал, ну, скажем так, академическое образование, нет никаких проблем с тем, чтобы использовать в учебном процессе свободное, несвободное, какое-то еще программное обеспечение, российское, нероссийское, марсианское. Какая, в общем-то, разница, если на это ложится учебная программа? Нет такой задачи. Если такая задача есть, взять и распилить весь комплекс, весь корпус программного обеспечения на хорошее и плохое, использовать только хорошее, то неизбежно страдание и только страдание, потому что мы лишаемся возможности пользоваться тем, что, возможно, более подходящее для цели нашего курса. Понятно, что в этом есть специфика именно академического образования, когда инструмент, собственно, не важен и с легкостью переключаем или, наоборот, с тяжестью. Но вот поэтому сколько бы мы не ввели разговоров на тему, как нам сделать так, чтобы все начали пользоваться исключительно российским или исключительно свободным ПО, это будет всегда страдание и только оно. Но это, значит, я обещал все-таки выйти на позитив. Следует себе представлять, что вообще-то большая часть технологий и разработки, об этом уже было сказано даже здесь, на нашем круглом столе, технологий, которые сейчас мегапопулярны и являются стандартами де-факто. Это технологии, пришедшие именно из открытой разработки и из свободного ПО, потому что задача организации эффективной совместной разработки разнородно и разноуровнево мотивированных людей, находящихся во всех уголках земного шара, гораздо более сложные, интересные и требуют интересных социоинженерных решений, чем задача посадить всех в один кабинет и заставить их за деньги индустриально программировать. Это всего лишь пример, но на самом деле в этом вашем свободном ПО очень много таких точек, которые в действительности являются очень созвучными, очень пригодными для как технологической, так и академической высшей школы. Поэтому тот факт, что люди без портфолио в гитхабе не найдут себе работу или что люди без умения в совместную разработку, причем такую совместную разработку, которую, например, разрабатывается подавляющее большинство открытых проектов, что они без этого просто не войдут в профессию, этот факт, в общем-то, как-то играет прямо сразу на нас. Ну правда, еще немножко и на курсах технологии программирования будут изучать только гит, или по крайней мере 90% гита. Да, а для кого еще? А если вы собираетесь, еще раз, если вы собираетесь внедрять MAPL и вместо MAPL внедрять что-то иное, или вольфрам, то будете страдать. Ну, это неизбежно. Нельзя заменять тот инструмент, который лучше подходит решению задачи, тем инструмент, который хуже подходит решению задачи, но зато он как бы кошерный. это страдание всегда. Вот и все. Поэтому там, где мы видим чисто технологические или социальные, или чисто инструментальные преимущества свободного ПО, оно дырочку найдет. Да, у нас есть куча проблем, связанных с наследованным ПО, да, у нас есть куча проблем, связанных с методологиями, да, у нас есть куча проблем с отсутствием адекватного методического материала. Вот этим и надо заниматься. Как сегодня был пример с этими самыми школьными методичками. Если бы эти методички можно было нагуглить на щелчок, давно бы вы все по гимпу так и делали. С этим надо и помочь. Вот это и есть то, что мы должны делать. Мы должны доносить. Потом у них там зародится в голове идея, как это может быть то, что хорошо видно. Лучше, чем ты не скажешь. Мне кажется, что это очень хорошая финальная точка сегодня. СПО хорошо не потому, что мы его так любим, а просто хорошо само по себе. Видимо, вот так вот. Спасибо вам большое. Всем, кто нас слушал, всем, кто нашел силы рассказать и выступить, наверное, мы поблагодарим вас и отпустим вас миром. Спасибо. Вместо круглого стола получился такой квинтет. А секстет с учетом одного вопроса. Кстати, еще 15 минут. Второй вопрос. Вопрос только в баре теперь. -. Субтитры создавал DimaTorzok .